Та-дам! Друзья, привет! С вами Григорий Пронин. И я подумал, что было бы неправильно не показать вам свои покупки. Я вчера был в магазине Uniqlo и накупил себе вещи из дуру. На самом деле, ну, психанул. И они, эти вещи здесь, на них все бирки. И я не хочу их надевать, пока что, во-первых, нет снега, а во-вторых, пока на них есть ярлыки, я хочу сделать этот обзор. Давайте посмотрим, что купил Григорий. Ну, конечно же, мне Ирина помогала. С чего начнем? Ну, это мы оставим на потом. Видите, какой большой пакет. Начнем с мелочей. Совсем с мелочей начнем. В общем, это носки. Носки, кстати, я не знаю, какой здесь состав. На, вот я вижу, 50 хлопка. Здесь написано поверхность, 100% полиуретановое покрытие, ткань основы, 100% вискоза. А, не то, читаю, ё-моё, простите. Вот, короче, вот, смотрите сюда. В общем, хлопок, акрил, нейлон, плеестер, эластан. Ну, все, как мы любим. На самом деле, просто захотелось купить вот эти вот красные носки. Красные или кирпичные? Не, не кирпичные, все-таки ближе к красному. Да. В общем, захотелось купить одну пару таких носков. Потом захотелось купить две пары. Потом я увидел табличку, что если покупаешь четыре пары, то это получается дешевле. Соответственно, вот было куплено четыре пары носков. Ну, блин, вот я падок до скидок, до распродаж. Давайте дальше смотреть. К чему вообще захотелось купить вот такие именно носки? Да потому что до этого Ирина нашла на полке вот такой вот свитшот и говорит, Григорий, ну вот тебе он пойдет. Ну вот, напишите в комментариях, пойдет он мне или не пойдет. А я, в принципе, наверное, ну я сейчас все это напялю на себя, конечно же, вы увидите. Ну и напишите в комментариях, когда увидите, идет мне или нет. Ну, в общем, такой вот свитшот, размер, слава богу, пока элька. Блин, Григорий стал что-то полнить, набирать вес в этом обществе. Ну, в общем, надеюсь, чисто физически, ну, надеюсь, не только чисто физически. Блин, что я несу. Дальше, интересная история про вот эти вот брюки. Это Чинос. Обратите внимание, Григорий ушлый человек, тоже по распродаже все купил. В общем, это брюки Чинос, но они джинсовые. Я давно хотел купить именно такие. Они как бы идут как ретро, типа как вот родоначальники, как они были изначально. Они интересно сидят, и они очень комфортные. С размером тоже была очень интересная история. Изначально я хотел взять поменьше, потом померил побольше. В итоге я обнаружил, что больше размера просто нет. В общем, ребят, запишите Григория в фитнес-клуб. Блин, проведите для него тренировки, ему пора худеть. Но над этим я буду работать. Но я считаю, мое личное мнение, можете написать в комментариях свое мнение. Но я считаю, что если человек полноват, жирный, блин, как тушенка, как мешок с картошкой, можно надеяться на то, что он, конечно, похудеет. Но одежду нужно подбирать по размеру. Но вот они мне комфортные. Кроме всего прочего, вот эти вот складки, они добавляют свободы в филейной части. В общем, они классно, комфортно сидят. Пояс, все, короче, классно, джинсовые. Увидите, увидите. Сейчас я померю. Ну, вот они, давайте, пока не надел. В общем, здесь они идут такие большие, широкие. Где-то в районе ляжек широкие. Потом начинают сужаться. И внизу достаточно узкие уже. Мне прям понравилась эта модель. Что у нас еще? А, еще, универсальная вещь, универсальная вещь, водолазка синего цвета. Ну, а-ля Стив Джобс, в общем. Ну, конечно же, я совсем не похож на Стива Джобса. В общем, элька, да, такая вот водолазка. Состав, давайте почитаем, что там по составу у нас. Ага, здесь вообще где написано? Машинная стирка. Ну-ка. Ага. Есть вообще состав-то здесь? Должен быть написан. А-а-а, мужской свитер из Мериносовой. Экстра файн Мерина. Блин. Ну, в общем, стопроцентная шерсть. Все, я нашел. Очень классный универсальный предмет гардероба. Я по своему опыту понял, что мне вот именно синего цвета идут водолазки. Но еще, в принципе, серенького идут. Но синие лучше в моем положении носить. Я себе купил. И, так, здесь пусто. И теперь хит сезона. Я, в принципе, об этом пуховике уже говорил, когда, по-моему, записывал ролик про кроссовки. И я, в принципе, на него метил. Это вот такой вот здоровенный пуховик Юникло синего цвета. Изначально, кстати, хотел черного взять. Но я подумал, что мне все-таки вот такие вот цвета более яркие. Ну, его, конечно, ярким не назовешь, но он все-таки синий. Мне больше подходит, чем черные, монохромные вот эти все вещи. Вот это мне идет. Вот, соответственно, вот такой вот длинный пуховик. Он бесшовный. Здесь есть намек на то, что здесь как бы что-то внутри есть, чтобы пух не пролегал, чтобы он не свалился. Это, знаете, как в супермаркетах запаивают пакеты. Мне кажется, здесь похожие технологии. То есть, как бы здесь есть такая вот репленая, ребристость. Да, вот это вот. Но самих швов нет. Не знаю, что это за система, как она себя поведет. Но мне эта тема понравилась. Большой капюшон, который отстегивается. Размер L. Я, кстати, хотел даже XL себе взять. Потому что, ну, вы знаете, я люблю большие куртки, большие пуховики. Но L достаточно. Я сейчас его тоже надену, вы увидите. Здесь, как любят Uniqlo, всякие технологические штуковины. Вот это вот для наушников. То есть, сюда можно положить телефон, там, плеер. Сюда наушнички выпустить. Здесь, с другой стороны, карманы. Причем не один. Здесь есть и карман, ну, допустим, для документов внутренний. И еще вот этот вот большой карман. Ну, если бы он был на пиджаке, я бы назвал его газетным карман. Ну, наверное, это и есть газетный карман. То есть, сюда можно положить газету. Сюда запахнуть. Это будет здорово. Не знаю, мне нравится такой пуховик. Вроде неплохой. Пух натуральный. Давайте почитаем. Кстати, я не знаю, натуральный пух или нет. Я думаю, да. Давайте почитаем состав. Вот, смотрите, что здесь. Ну, цвет Neve. Longcoat, как они говорят, да. Лицевая сторона 100% полиэстер. Наполнитель 90% пух. 10% перо. Ну, да, пух перо, это хорошо. Подкладка полиэфир. Трикотажная резинка. Ну, в общем, все нормально. Здесь сделано в Китае. Фирма японская. Ну, конечно же, все делается в Китае. Ну, не знаю, у меня уже есть вещи с пухом Юникла. И я знаю, что Юникла славится этими технологичными вещами. Вот этими куртками, которые можно в маленький пакетик собрать и носить с собой. Это, конечно, пакетик не соберешь. Но мне кажется, зимой в нем будет хорошо. Собственно, все. Давайте, сейчас я надену все это на себя и покажу, как это все сидит. Ну, вот, смотрите. Вот такой пуховик. А, вот, забыл снять только эти гирки, но ничего страшного. Ну, в общем, ну, давайте сразу. Вот, свитшот. Ну, свитшотов у меня Юникло очень много. Я даже не мерил его в магазине, потому что знаю, что только мне будет хорошо. Это брюки, те самые чиносы, ретро-стайл. Безумно мне нравится. Конечно, до японского денима им далеко, но, тем не менее, внешне супер. Ну, и при этой цене, конечно же. И я стараюсь записывать ролики, знаете, на любой кошелек. Да и сам, вы видите, одеваюсь достаточно демократично. У меня есть, конечно же, и дорогие вещи, но у меня очень большой гардероб именно из Юникло. Ну, блин, я прям могу быть амбассадором Юникло, в принципе. Да хрен же, кто предложит. В общем, обратите внимание на посадку. Ну, во-первых, это очень комфортно. Во-вторых, ну, не знаю, мне очень нравятся. Достаточно они короткие, укороченные. И обратите внимание на кроссовки. Это Air, эти, блин, UpTempo, которые... Про которые я уже снимал ролик. И, тадам, носки. Офигенно все выглядит. Такого плана там были еще другие брюки, но они какого-то зеленого, блевотного цвета мне такие не идут. И бежевые, но бежевые такие, они холодные, холодного оттелка, они мне тоже не подошли. В общем, это вот единственные, которые мне понравились. О чем мы забыли сказать? А, про пуховик. Ну, вот, смотрите, это L-ка. Ну, XL уже совсем здоровый. То есть, L-ка хорошо сидит и по плечам. Можно застегнуть. Кстати, вот, посмотрите, молния как устроена. Это мне тоже очень нравится. Очень продуманно. Можно застегнуть. Во-первых, застежка начинается, ну, вот здесь, да, вот от линии, ну, гульщика на брюках. Сами поняли, от чего, да? И вот так вот застегиваешь. И есть возможность снизу, если приспичат, вот так вот расстегнуть. Это очень хорошо. Мне вот такие фишки нравятся. Ну, здесь есть и кнопки. Здесь суперная застежка. Вот. И очень хороший, этот, капюшон. Капюшон большой. То есть, в принципе, если вот так вот застегнуться, даже шарф не нужен. Вот здесь есть затяжники для капюшона. То есть, ну, такая не только прикольная, но и технологичная вещь. Напишите по цветам, как нравится вам или нет. Идет мне или нет. Я не уверен, что вот именно эти чиносы с этим пуховиком хорошо смотрятся. Мне вот больше нравится, когда, например, были бы они белого цвета, какого-то кремового. Но я просто все надел, что купил. Не надел только вот эту вот водолазку. Ну, на нее что смотреть, она как бы и в априке водолазка. Вот. Ну, и напоследок я хочу сказать, что мой канал развивается отнюдь не из-за того, что я такой прикольный, харизматичный, а все благодаря вам. За счет ваших лайков, комментариев, за счет того, что вы подписываетесь и потом делитесь с друзьями моими видеороликами. И я вас призываю продолжать в том же духе. Я за это вам очень благодарен. И последний вопрос, который хочу задать, по поводу стрима. Хотите ли вы возобновить стримы, чтобы там раз в неделю или раз в месяц мы с вами собирались, вечерком обсуждали различные темы, которые вас интересуют. Ну, а с вами был Григорий Пронин. Рад был всех видеть. До новых встреч. Пока.